Здравствуйте, дорогие зрители! А вы мне напишите в комментариях, за какую холостячку вы болели. Ну, почему расстались Макс и Даша? Макс и Даша расстались потому, что во время проекта у Макса был х** с другой девушкой. В следующем видео я вам расскажу, с какой девушкой. Все думают про Дану, но это не факт. А почему же они все-таки расстались? Ведь тогда они не встречались еще. Макс имел право спать, с кем он хочет, и Даша имела право спать, с кем он хочет. А расстались они потому, что у них типичная проблема в отношениях была. Не установлены границы. Вот такие недоразумения постоянно происходят в молодых отношениях. Некоторые люди считают, что встречаться – это они раз пошли на свидание. Некоторые люди считают, что они становятся парой, когда уже дважды пошли на свидание. Некоторые люди считают, что интим – это начало отношений, но нет. Чтобы все было всем понятно, нужно оговорить, пара вы вместе или нет. В Америке это называется быть бойфрендом и гёлфрендом. В советские времена это называли «они дружат». Они ведь дружат. Дружат? Тоже похоже на американский вариант «бойфренд-гёлфренд». Ну и у моего поколения было такое понимание. Если вы встречаетесь, значит, однозначно вы соблюдаете друг другу верность. Но люди старшего для меня поколения, тем, кто мы сейчас по 50, по 60, они другого мнения. Они считают, что если вы еще не женаты, то вы не обязаны сохранять друг другу верность. Ну погуляли вместе, ну походили, походила с одним, походила с другим, повстречалась с одним, с другим. Верной быть не обязательно. Я когда слушала мнение этих старших, я просто угорала. И если заглянуть еще дальше, на 100 лет назад, на 200, у них было такое понятие вечернец. Они занимались такой игрой притули. Хлопец с девчонкой лежать разом. Он ее обнимает, пестит, одним словом притуляется. И не важно, как это называется. Но должны быть правила. Правила понятны двум партнерам. И оба партнера должны быть на эти правила согласны. Никто никому ничего не обещал. Вот поэтому у меня выйдет психологическое видео, которое как раз должно помочь Даше понять, в чем была проблема. Будет видео о границах в отношениях. Посмотрите его обязательно. И напишите мне в комментариях, кто из них прав. Даша, которая обвиняет Макса в измене, хотя он ей ничего не обещал. Они не договаривались о том, что они пара. Или Макс, который все-таки крутил любовь со всеми девочками. Напишите, как вы считаете. И кто вам из девочек нравился больше всего. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч!